Привет, с вами Алена, и сегодня нас ждет непростая коррекция. Правда, стразики я уже сняла за кадром, и это те самые американские ногти. Просто что-то я как-то посередине вспомнила, что надо же запечатлеть, как относилась. Относилась визуально хорошо, клиент доволен, говорит, что круто, ничего не скололось, нигде не отвалилось, все здорово, прошло больше месяца. По-моему, мы носили месяц и неделю, что-то около этого. Но, конечно же, есть свои нюансы и есть недостатки. У нас тут были отслойки от кутикулы, отслойки посередине ногтя. И, короче, меня спрашивали, можно ли сделать коррекцию на такие ногти. Сразу говорю, нет, нельзя, то есть их придется снимать полностью. И самый прикол заключается в том, что их не получается спилить. То есть, как бы я ни старалась, своей вот этой термояденной фрезой, которая просто жестко спиливает все что только угодно, она не берет так, как хотелось бы, поэтому мы решили прибегнуть к старому, забытому способу снятия. То есть мы сняли цвет до такой степени. Посмотрите, какие у нас были отслойки. Напоминаю, что это одна из самых первых, наверное, моих работ. Вот здесь был вообще какой-то удар, там немножко кровоподтеки. Здесь, да, без мяса у нас никуда. Это последствия кашеварства, кулинарства и так далее. В общем, что делаем? Мы спилили все, что смогли. И дальше берем ватный диск, который я просто отщипнула от него кусочек, обильно смочила в жидкости для снятия лака и замариновала, замотала ее где-то, наверное, ну не знаю, минут на 5-7. Ну, в итоге по одному пальчику будем снимать. А вот этот палец мы не смогли вот так же закутать в фольгу, потому что что? Потому что у нас там рана. И, конечно же, никакого ацетона и никаких растворителей там нет и быть не может. Иначе это будет очень-очень больно и вообще, бог знает, чем может закончиться. Вот так вот выглядят ногти. Ну, сейчас вы, наверное, напишите, что это кошмар, это жуть, но на самом деле нет. У нее свои ногти вот такие сами по себе. То есть какие-то вот лохматые, вечно расслаивающиеся, и они не больные, и она тоже не больная. Ну, вот такая вот ногтевая пластина. Так сложились обстоятельства. У кого как, у нее вот так. У кого-то бывают дубовые ногти, а у нас получились такие. Поэтому здесь очень аккуратно и совсем по чуть-чуть я доснимаю всеми возможными способами. У меня тут, кстати, новая фреза, которую я купила у MS Pro на выставке. Она кермическая и такая нежно-нежно-розовая, чуть-чуть молочная. Ну, прикольная фрезулька, которую можно там где-то изнутри допилить, где-то в зоне кутикулы или боковых и так далее. В общем, пока остальные пальчики маринуются, у нас есть один свободный, и мы приступаем к работе с ним. Осторожно отодвигаем кутикулу и приступим к обработке остальных пальцев пока. Смотрите, как прикольно это все дело снимается. Вот такой вот, ну, типа пленочка этот гель становится очень тянущимся, таким как клей. Ну, конечно же, прям 100% до конца он у нас не снялся. Но! Есть очень одно большое но. После этого спилить фрезой или пилкой, ну, просто ничего не стоит. Очень-очень легко получается. Вот он такой мягенький, и дальше просто осторожно мы все это дело снимаем. Да, процесс наращивания как бы ускоряется, но компенсируется достаточно долгим снятием и не очень полезным вымачиванием. Но! Что хочу сказать? Наверное, для себя я все-таки периодически буду выбирать именно такой способ наращивания ногтей, потому что мне нравится, что быстро и просто получается та форма и длина, которая мне нужна без особого геморроя. То есть, если куда-то перед мероприятием и так далее, по-моему, отлично. Я до сих пор сама хожу с этими американскими ногтями. Я с ними сгоняла в Москву, и никто даже не заметил, что там что-то не так. Ну, в общем, после того, как мы все это дело сняли, ногти наши живы, это 100%, то есть ничего лишнего мы там не убрали. Где-то допилили пилкой, где-то фрезой, в общем, как было комфортно. И дальше все-таки я решила обратиться к пушеру, потому что апельсинка здесь так не сработает, как мне хотелось бы. Там много чего наросло. Как всегда, используем присыпку. Эту присыпку я повторю сотый раз, но повторю, я использую для того, чтобы фреза не забивалась, чтобы я не сидела и полдня потом ее не вычищала, об баф. То есть, фреза у вас будет работать от начала и до конца маникюра. И мне так нравится. То есть, кто-то говорит, только на влажных ручках я использую на всех типах кожи и на руках. Мне просто зашло. Но я никого не призываю. В общем, сначала сработали педикюрный каплей с красно-синей насечкой. Да, я знаю, что она педикюрная, но мне так нравится. Потом взяли пламя, чуть-чуть где-то доработали. И дальше моя любимая часть. Любимые кусачки с длинным полотном. И начинаем делать срез. В этот раз я решила прямо показать процесс, потому что кожа, на самом деле, здесь не простая. Она тоненькая. Здесь тоже сильно не разгонишься. Но я, благо, с этими ручками уже всегда, с самого начала моей работы. Это моя самая первая модель. То есть, ей досталось все самое страшное и все самое прекрасное. Ее ногти были самыми красивыми и самыми кривыми, потому что она была одной из первых, на ком я тренировалась, кого я просто не щадила. Ну, в общем, про эти ногти я знаю все. И они, на самом деле, одни из самых проблемных, которые есть вообще у меня в работе. Потому что на них не держалось ничего. Проблема этих ногтей заключается в том, что они очень-очень тонкие. Они расслаиваются, крошатся, ломаются даже под гелем. И, как правило, здесь самый идеальный вариант. Это их до нарастить или покрыть любым твердым материалом. Но в данном случае мы будем делать реконструкцию. Сейчас объясню. И в итоге просто изнутри обычно я выпиливаю частично ее ногти, потому что он все равно идет против системы и отказывается работать со мной в паре. Вот видите, даже зашлифовать ее намного сложнее, чем любую другую кожу. В общем, что мы будем делать? Мы будем сейчас пробовать два вида гелий, которые я заказала в магазине Esthetic Nails. А я хотела вам показать, что такое полигель и что такое жилет, точнее акригель, да, он здесь у них называется. Ну, в общем, вы поняли, да? В чем же разница? Первый ноготь мы запротезируем или зареконструируем, если можно так выразиться, полигелем. Я вот в крышечку налила обезжириватель, который у меня был, спирт или любой другой обезжириватель, которым вы работаете, непринципиально. Смочила апельсинку и начинаю распределять. То есть тут достаточно привычный для вас вариант, когда мы чуть-чуть по воздуху дотягиваем наш полигель. То есть нам не нужна постановка формы здесь, ни верхней, ни нижней, потому что мы наращиваем несколько миллиметров. Миллилитров, нет, миллиметров мы наращиваем несколько для того, чтобы воссоздать форму. Вот, допустим, на среднем пальце уже все выпилено и сделано. А здесь мы достраиваем, вытягиваем как нам нужно и отправляем все это дело на просушку. Таким образом у нас ноготь восстановлен по форме. И, конечно, мы потом выпилим изнутри. А вот это другой гель. Он называется гель желе. Ему почему-то не уделяю должного внимания, но, честно, мне он очень нравится. Во-первых, цвет прикольный, такой холодный, беш. Такой, ну, не знаю, на видео он, конечно, немножечко труповатый, но вживую он прям классный. Мне он зашел именно по цвету. В общем, что мы с ним делаем? Это такой гель, который держит вот эту самую пику. Его обычно знают мастера, которые делают часто моделирование именно в выкладные френчи, потому что его круто будет выложить бортиком именно для удлинения ложи. Но также этот гель лично у меня есть в работе, в салоне. Многие девчонки им пользуются из моих мастеров, когда нужно донарастить уголок, например, или вот так донарастить свободный край. То есть, обратите внимание, я просто вытягиваю его по воздуху, и он остается там, где я хочу. Кто-то скажет, что полигель удобнее, но, поверьте, не просто так придумано столько видов материалов, а значит, каждый из них для чего-то нужен. В общем, все это дело мы с вами просушиваем и начинаем опиливать. И, в принципе, опилу, ну, так или иначе, везде практически одинаковые. То есть, опиливаем поверху, подгоняем по бокам, и дальше останется только выпилить изнутри. И на выходе у нас будут абсолютно одинаковые ногти, визуально выглядящие одинаково, я имею в виду. То есть, не суть важно, каким материалом вы это делаете. Я же в этом видео просто хотела показать разницу. То есть, полигель вы будете прихлопывать кистью, палочкой, и стягивать он будет у вас слушаться. А гель желе, он такой нежный, податливый, но держит бортик и вот эту самую, так называемую, пику. И вот, обратите внимание, то есть, изнутри я просто счищаю все, что мешает мне или нам для достижения необходимой формы. Вот так это все выглядит. Я прошла с немного базой. И сейчас делаем, ну, уж прям совсем популярный дизайн, тоже его покажу. Берем любой понравившийся цвет. Нам цвет понравился, потому что у нас была рубашка в цвет. Я покажу это дело в конце. В общем, растягиваем это все кисточкой для омбре. Разносим по бокам, если нужно. Я никогда сразу под кутикулу не крашу, если делаю омбре, потому что, ну, потому что боюсь, что затечет. У меня тоже затекает, как у всех, наверное. И дальше кисточкой дорабатываем мелкие какие-то несовершенства. Особенно вот такие вот оттенки розовые, фиолетовые, они вообще круто стягиваются. Что здесь, в один слой, хоп, и готово. И дальше берем любую базу молочную или розоватую, вот такую, как у меня, и выстраиваем, точнее, достраиваем архитектуру. Помню, что на кончике у нас есть уже замоделированный ноготь, и нам нужно только доложить это все, получается, в две трети вверх. Распределяем обязательно, нужно будет все перевернуть, и получим самый модный вариант. А некоторые ноготки мы еще, кстати говоря, будем дорабатывать френчем, а на второй руке мы сделаем мои самые любимые ляпушки. Ну, если честно, мы уже долго сидели, и Зарина, вот та, которую я делала, оде ногти, моя подруга, она говорит, давай ляпушки, люблю их, и вообще быстро, и красиво. И мы подумали, что почему бы и не сделать, потому что вообще-то давно я их не показывала, а дизайн вообще мировой, кстати говоря. Тяп-ляп, и готово, и красиво, и стильно. Но хотя я знаю, сейчас же здесь будут, да, те, которые скажут, фу-фу-фу, бескусица. Не знаю, лично мне красиво, лично мне нравится. В общем, здесь мы ставим отпечаток фольгой, и обнаруживаем такой вот казус, что у нас на другие ногти не печатается. Я пересушила базу, пока остальные делала, у меня она передержала руку в лампе, и получилось так, что дисперсия уже не та. И, в общем, пришлось перекрывать базу, и еще раз это все дело дублировать. Ну, дальше ставим просто мазки, капельки, которые нам нравятся, кисточкой вытягиваем, и получается вот такой модный, современный и очень простой дизайн. На второй же руке у нас местами френч, френч и амбре получилось, а на этой руке ляпушки. И вот посмотрите, как круто все сочетается с рубашкой, то есть это сейчас такая вот вообще модный прикид у нас. Теперь и ногти, и рубашка, и под часы все зашло благодаря фольге. И вот Зарина довольная и счастливая. Всем пока-пока!